Друзья, всем привет! Вы смотрите молодёжный интерактивный проект Пин-Код. И сегодня, сегодня мы подготовили для вас 100-500 лайфхаков. Друзья, среда вам в помощь! Да, как обычно, в этот день к нам приходят интересные люди, с которыми мы не только общаемся, а что-то пробуем создавать. Давайте вам полезные советы. Прямо здесь, прямо в прямом эфире. Так что давайте начинать. Тему, которую мы решили обсуждать сегодня, посоветовали вы нам. Это тема... Это лето, жара и как выжить, друзья! Поэтому, дорогие наши, первый лайфхак сразу же от нашей программы. Что делать, если жара и хочется от неё как-то спастись? Для этого нам понадобится обычный белый лист бумаги. Можно не только белый, а какой-нибудь цветной. Вам необходимо свернуть лист бумаги в гармошку. В гармошку. Мы это уже сделали заранее, поэтому это занимает у нас буквально 30 секунд. У вас займёт полторы минуты. Дальше этот лист нам необходимо соединить. Нам нужен верный друг, который подаст нам обычную скрепку. Пожалуйста! Благодарю! И этой обычной скрепкой мы соединяем наш веер вот так вот в единой цельной композиции. В единую цельную композицию. Классно! А жары спасают! Так что, друзья, если у вас есть какие-то лайфхаки, а я уверена, их у вас 100-500, поэтому присылайте нашу группу во Вконтакте, что-то мы будем пробовать, а кто-то станет героем нашей следующей программы. Ну а что вас ждёт в нашей программе сегодня, узнаете прямо сейчас. Лето, солнце, жара. Правильный загар или как не обгореть? Купаемся только в правильных местах. Последние дни лета. Успеем сделать идеальный пикник вместе с молодёжным проектом Пинкот. Я более чем уверен, что вы с нами согласитесь. Последняя неделька была особенно жаркой. На этой неделе был зафиксирован температурный рекорд. 34 градуса. Ты представляешь, Таня? Я представляю, что в такую жару можно-то обгореть. Да я сама было дело обгорела. Знаешь, вот понамазывалась сметаной, сливками. Короче, в ход шло просто всё, что было под рукой. А это всё потому, что у тебя не было чётких лайфхаков, как можно спасаться от жары. Вот мы решили выйти на улицу города Минска и спросить у минчан и гостей столицы, как они спасаются от жары. Давайте посмотрим. Всем привет! Последние летние деньки. Погода нас радует. Интересно, как же минчане и гости столицы справляются с жарой? Прямо сейчас мы это узнаем. Как спасаетесь от жары? Сидим дома. Холодными, прохладными напитками какими-нибудь. Сидим в деньке. Обливаемся. Ну, обычно ходим на озеро. Пьём холодненькую водичку. Ходим по торговым центрам, от одного до другого, либо по тенькам. Работаем, иногда купаемся, в купеле. Пьём воду. Едем арбуз. Арбузом. Покупать можно воду какую-нибудь, чтобы утолить жажду. Кушаем мороженое, пьём лимонады. Сидели дома, на улицу не уходили. Мы ездим на Минское море. Мы не спасаемся, нам хорошо, ведь Минск греет. Вот так минчане справляются с жарой. Ну, а по мне, лучше всего поездка на море. А вы поедете со мной? Всё, побежали. Друзья мои, заметьте, никто не сказал купаться в фонтанах. А потому что ещё никто не знал народных методов, о которых я вам расскажу, потому что я залезла в интернет и решила, ну вот, что же нам там посоветуют? Есть такой вариант, что помогает сок алоэ, натираться, пить, не знаю, картофель, чай, отвары из трав и коры деревьев, пожалуйста, я не знаю, арбуз, огурец. А, квашеная капуста. Нет, это просто, это часть. Я надеюсь, что наши зрители нам также дадут несколько советов в нашем сегодняшнем интерактиве. Да, мы работаем в прямом эфире. Заходите в нашу группу ВКонтакте, отвечайте на вопрос, как вы спасаетесь от жары. Мы создадим такую уникальную базу данных, в которую может зайти любой телезритель и выбрать тот метод, который ему понравится. А вот насчёт твоих методов, которые ты нам давала, мы спросим у экспертов. У нас сегодня в гостях врач-педиатр Галина Цыш. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. И народный лайфхакер Максим Тютюньков. Максим, ну расскажи, какие народные методы есть для того, чтобы спастись от жары? Вот сколько бы я не ездил с друзьями отдыхать, то так получается, что всегда кожа сгорает и остаются такие маленькие пятнышки. Приезжаю домой, и первым делом я иду в такой холодный душ, контрастный, чтобы немного смягчить вот эту вот боль. А потом эти места смазываю сметаной на 10-15 минут. Сметаной? Сметаной. Ну сметана есть у каждого дома, это, конечно, мне кажется, легко. У каждого дома, у каждого в магазине. Вот у меня сразу Галине вопрос, а можно ли так делать? Ну, сметана, наверное, самое такое популярное средство среди нашего населения, но я как доктор не рекомендовала. Да ладно, почему? Да, в первую очередь потому, что сметана, когда она высыхает, она образует слой тонкий, но плотный жирных соединений, которые препятствуют нормальному газообмену. И также в состав сметаны входит закваска, в которой имеются бактерии, и если есть какие-то повреждения на коже, соответственно, они будут ее инфицировать. То есть, подождите, а как же наши бабушки, дедушки всегда говорили и давали советы? Возьми сметаной, да как? Намажься! Ну, к сожалению, или к радости, мы движемся вперед, мы уже много чего знаем, поэтому я бы не рекомендовала, так как есть более простые методы, как себя спасти. Ну, к примеру, обычная проточная вода. То есть нормальной температуры, где-то 36-37 градусов, охладиться, и потом обработать декспантенолом обычно. А вот, кстати, нам Марина написала, Дикун, она намачивает майки и говорит, что так тоже очень даже удобно и комфортно. Да, как вариант. В холодную воду майка, да? И нормально можно спасаться от жары. И, пожалуйста, в город гулять. Максим, какие у тебя еще есть лайфхаки народные? Да вот такой, когда приезжаю к бабушке в деревню, то у нее растет декоративное растение, как уже говорили, алоэ. И вот сок алоэ, вот именно на те места, он тоже очень сильно помогает. После ожога вот такая кожа, она более шершавая, а после именно этого сока она более свежая и гладкая. Слушайте, а как вот не допустить, когда ты загорел, а потом кожа начинает слазить, и ты вот все это сдираешь, это же ужасно. Это неминуемо? Ну, в основном, да, это неминуемо, так как кожа недостаточно влаги, и, соответственно, она у нас облазит. Поэтому необходимо ее увлажнять. Ну, так как вы сказали, алоэ, конечно же, в этой ситуации может помочь, так как она будет прекрасно увлажнять кожу. А вот коже не хватает влаги. Вот наши телезрители говорят, что вот Ангелина, например, пьет холодную воду, то есть нужно побольше пить жидкости, восполнять влагу. Да, жидкости нужно пить много, но очень важна температура воды. Где-то в среднем для того, чтобы не простудиться, во-первых, да, то есть температура, она должна соответствовать температуре нашего тела. Это где-то 36-37 градусов. То есть вот холодный морс, нам советует Алина, не подходит. Я бы не рекомендовала. Комнатные температуры, пожалуйста, Алина. Ну, потому что при такой температуре у нас активно работает обмен веществ, и все будет в порядке. Максим, что-то еще? Еще, знаю, один, одно очень хороший способ, это можно натереть картошку. Неужели? И именно вот эту вот смесь тоже наносить на поврежденную кожу. Вот это пюре, которое... Да-да-да, вот эта вот смесь, которая на терке получилась. Так сказать, жареная картошечка у нас получится, если во время солнца прокомментируете. Ну, без комментариев. Это полнейшая чушь? Ну, да, соглашусь с вами. То есть оно никак не помогает? Нет, абсолютно. Ну, в общем, с народными методами мы разобрались. А как спастись от жары, Галина? Может быть, вы дадите нам несколько советов? Ну, в первую очередь, чтобы спастись от жары, необходимо употреблять достаточное количество воды. Как мы понимаем, что в жару у нас физиологические потребности воды увеличиваются, так как мы много теряем воды с потом. Поэтому объем воды необходимо увеличивать хотя бы на пол-литра, либо на литр, в зависимости от физической активности. Чем больше физическая активность, соответственно, больше воды нужно употреблять. А вот арбуз, кстати, восполняет этот водный баланс? Он в итоге приведет к обезвоживанию организма, поэтому в любом случае нужно будет пить воду. А я вот слышал, что для того, чтобы удалить жажду, нужно пить что-то теплое, теплый чай. Правильно. А почему так происходит? Как-то странно, ты хочешь пить, хочется холодненького, а надо пить, оказывается, тепленького. Ну, это то, о чем я говорила, что температура должна быть приближена к температуре нашего организма. Это связано с обменом веществ. 36,6. Да. Чай. Может быть, еще какие-то способы, как все-таки спасаться? Пить воду, мы поняли. Пить воду, ну, обязательно защищать свою голову. Это головные уборы, это очень важно, потому что не нося их, мы чревато получить солнечный удар. А любой головной убор должен быть? Или вот все же кепки сейчас носят, это модно? Кто-то в сеточку, кто-то... Соломенные, например. Да, да. Очень важно то, из чего состоит головной убор. То есть нужно давать предпочтение натуральным тканям и козырек. Должен быть козырек, либо на шляпе широкие поля для того, чтобы защитить наши глаза от ультрафиорета, потому что он может вызвать ожог. Максим, всегда ли ты ходишь в головном уборе летом? Раньше родители заставляли носить, как и всех нас. Но сейчас, к сожалению, не хожу. Но я знаю очень хороший способ. Если вы уехали куда-то отдыхать, на речку, но у вас нет головного убора, то его можно сделать из подручных средств. Для этого можно взять обыкновенный листок бумаги... Для человека с очень маленькой головой. Листика 4. Для ребенка. Для ребенка. Для этого можно взять обыкновенный листок бумаги, согнуть его пополам и еще раз. Так. Пока что-то интересное. Четвертинка у нас получается. А потом раскладываем и делаем... Начинаем делать его как самолет. Это мы умеем, это мы знаем. Складываем полением сгиба. Так. Это пилоточка. Да. Начнет получаться. Слушайте, получается такая кепочка, которая может спасти... Или еще на кораблик похоже. На что? На кораблик. На кораблик, да. То есть позагорало, а потом вот по речке. Максим? Между прочим, вчера, когда я ехал в автобусе, я скажу честно, видел, как житель моего города, Барановичей, он шел именно в этой пилотке. Может быть, ты примеришь? Хорошо. Она уже готова? Почти. А может ли помочь такая кепочка, такой головной убор? Хорошо, такая кепочка и очки, потому что Галина сказала, нужно еще и глаза защищать. Ну, глаза такая кепочка не защитит, но я думаю, справиться с солнечным ударом она... Ну, именно такого размера нет, конечно. С газеты можно делать. Ну, побольше, да? Можно с газетой, конечно, да. Размер головного убора должен соответствовать размеру нашей головы. Он не должен сжать и не должен быть большим. Это очень важно. А сколько вообще можно находиться на солнце? Ну, на солнце в утренние часы рекомендуется больше находиться на солнце в утренние часы и в вечерние часы. Самый пик солнечной активности приходится с 12 до 4 часов. Это самое опасное солнце, поэтому все-таки рекомендую в это время где-то находиться больше в тени. То есть избегать попадания прямых солнечных лучей. А если мы крем какой-нибудь нанесем? Вы можете нанести крем, но это вас не защитит до конца. А я так понимаю, крем действует как прослойка, которая появляется между кожей и солнечными лучами? Да, то есть крем может вас защитить именно от ожога. Но от солнечного удара крем вас не защитит. А именно крем должен быть или вообще любая прослойка? Клосьон для тела молочком, да. Нет, лосьон. В кремах есть специальные СПФ-фильтры, которые защищают кожу. Но нужно учитывать, если человек светлый, у него очень мало меланоцитов. Это клетки, которые защищают нас от воздействия солнца. Поэтому таким людям все-таки... СПФ-фильтры должна быть больше. Больше, конечно. А сколько по времени вообще нужно и можно загорать? Вот, Максим, как тебе кажется? Я знаю то, что нужно загорать только в солнце, которое еще не сильно так печет. Печет? Да, в определенное время. Но, скорее всего, это с утра. И, может быть, если первые дни загорать, то это может, думаю, максимум час. Ну, все верно. Но вообще, в утренние часы, если вы первый день загораете, максимум это полчаса в утренние часы. Полчаса всего? Полчаса. Я не представляю девушек, которые согласятся. Мне кажется, некоторые девчонки... Он помешил, а потом в тенечек спрятался. Все верно. Так как именно происходит адаптация организма к солнцу, на следующий день можно увеличить пребывание солнца на полчаса, еще на полчаса. Но ни в коем случае не стоит резко увеличивать солнечную нагрузку, потому что это чревато ожогом и большим проблемам. А вот многие засыпают на пляже, я знаю. Это очень плохо. А почему? То есть полнейший ожог тела происходит? Полнейший ожог тела, да. Вот так вот. Это очень опасно. Но я вот, знаешь, что хотела прочитать. Как вы считаете, можно ли использовать крем, который мы купили в прошлом году? Есть ощущение, что Таиса задает вопрос, потому что у нее есть крем, который она купила в прошлом году. Ну, у всех такое бывает. Так вот, мы купили лосьон крем в прошлом году, а в этом еще немножечко осталось. Можно ли его использовать? Или все-таки срок годности уже истек? Вы знаете, что обычно срок годности указывается на упаковке, но если мы этот крем уже использовали, мы должны понимать, что для того, чтобы крем на защищал, мы должны его правильно хранить. Естественно, если попадают прямые солнечные лучи, то есть крем теряет свои свойства. Ни в коем случае нельзя хранить крем в открытом виде, так как попадая туда воздух, может приводить к тому, что происходит мутация веществ. И крем такой может наносить вред огромнейший. Естественно, загорая на пляже, мы не можем соблюдать все эти правила, и, соответственно, уже к концу нашего сезона крем теряет свои свойства и не сможет нам помогать и защищать. Поэтому мой совет все-таки приобретать новый крем. Так а может быть к концу сезона уже особо и сгореть нельзя? Вот, например, в августе, сентябре? Кожа привыкла, уже мы по полчаса загорали каждый день. Ну, мы сейчас говорим о новом сезоне, который вы будете в следующем году использовать, поэтому, конечно, крем такой лучше убрать. Хорошо, ну раз убрать, то убрать. У нас еще есть пару вопросов из нашего интерактива, я так понимаю, Галина. К вам. Пожалуйста. А вот, кстати, а кофе теплый? Кофе тоже не рекомендуется, так как он тоже приводит к обезвоживанию, то есть много жидкостей уходит. А подождите, а греки пьют фрапе, холодный кофе? Ну, можно ли? Нет. А холодный, мы же сказали, нельзя. Извиняюсь, да, я сама ответила на свой вопрос. Кстати, друзья, я напомню, что вы можете присылать нам свои лайфхаки, которые мы показываем в прямом эфире, показываем вас и которые вы нам присылаете. Поэтому, Танюша. Владислав Таркайло уже нам написал, и что мы делаем? Мы прямо сейчас покажем его лайфхак. Привет, Влад. Лайфхак, который упростят вашу жизнь. Для начала первый лайфхак. Чтобы удобно было пить из жестяной банки, с помощью трубочки мы возьмем жестяную банку, откроем ее, открыли, повернем специальный ключик вот сюда, ставим туда трубочку, закрепим ее и пьем. Это очень удобно, трубочка не выпадает, и это хороший лайфхак. Теперь второй лайфхак. Если у вас есть много очков, и вы не знаете, как их разместить, мы берем обычную вешалку, развешиваем их, и вот что у нас получается. Как красиво! Спасибо за просмотр, всем пока! Спасибо! Мне кажется, это наш внештатный корреспондент. Спасибо тебе большое, что ты присылаешь свои лайфхаки. Друзья мои, вы точно так же можете оказаться в нашей программе со своими идеями, советами. Присылайте нам их, пожалуйста. Да, я хочу пока сказать нашим уважаемым героям сегодня спасибо, Максим, тебе спасибо за твои лайфхаки. Друзья, не повторяйте, пожалуйста, то, что вам сказал, Максим. А лучше прислушивайтесь к тем советам, которые сказал наш доктор Галина. Вам спасибо большое. Но программа «Пин-код» не останавливается ни на секунду. Даже во время рекламы мы предлагаем вам получить подарки от нашего проекта. Поэтому, друзья мои, прямо сейчас в нашей группе во Вконтакте мы запускаем тест. Мы решили, что один из способов спастись от жары – это очень много времени проводить около воды. Но около водоемов можно часто встретить знаки, которые ты не знаешь, что означают. Прямо сейчас мы запускаем интерактив с вот этими знаками. Угадаешь, по-моему, там четыре правильных варианта. Так вот, кто первый угадает, тот получит два билета на «Тропикал Пати». Это самая жаркая вечеринка, которая состоится 24 августа в клубе «Репаблик». Друзья мои, ну а сейчас прервемся на небольшую рекламу. У вас пару минут. Заходите в нашу группу Вконтакте. Время пошло. Это пин-код, прямой эфир «Жара. Как выжить» – тема нашего сегодняшнего эфира. Ну что, мы запустили интерактив нашей группе во Вконтакте. Предложили вам несколько табличек, которые вы можете встретить возле водоемов. Важно отметить, что это таблички, которые вы можете увидеть в зоне купания для детей. Человек, который правильно ответит на все четыре таблички, получит от нас подарок. Итак, Таня. Ты уже прям так сразу хочешь, чтобы я объявила победителя? Нет, я хочу, чтобы мы просто еще раз показали табличку. А, пожалуйста. Потому что пусть еще наши телезрители подумают. А у нас есть правильный ответ, мне кажется. Мы же обещали первому, кто пришлет, да? Хорошо. Первый, поэтому и так. Итак, первый правильный. Татьяна Пропе. Значит, первая – это рыбалка запрещена. Вторая – это зона купания. Только тут небольшая пометочка для детей. Ну, я думаю, что можно поставить галочку, засчитать. Третья – это зона отдыха. И четвертая – вода не для питья. Татьяна, вы получаете два билета. Я еще раз напоминаю, но я еще раз покажу картинку. Вы все ответили правильно. Так что два билета на вечеринку «Тропикал Пати» достаются именно вам. Ну, а в каких водоемах можно купаться? И где купаются люди, которые знают о воде абсолютно все? Мы поговорим с нашей гостьей Юлей Журовой, заведующим отделением коммунальной гигиены. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, во всех ли водоемах можно плавать? И самое главное, как выставляются ограничения? В городе Минске 21 пляж, 5 зон рекреации. На сегодняшний день можно купаться всего лишь на двух. Это Заславское водохранилище и на трех. Креница и ЦНА. На остальных пляжах либо ограничено купание, либо вообще запрещено даже и занятия водными видами спорта. А чем же это так связано? Да, резонный вопрос. Связано это с тем, что с 31 мая, с начала купального сезона, Санслужба проводит лабораторное исследование воды из всех пляжей еженедельно. А как они проводятся? Они берут в пробирочку водичку? Да, районных центров гигиены, выезжают на пляж, отъезжают на катере от берега, отбирают в специальные стерлинные бутылки и пробы воды, в специальные термосумки, которые такие большие, доставляют эти пробы к нам в лабораторию, и затем мы видим результат. Есть микробиологическое загрязнение воды, либо нет. Хорошо, а что будет, если ты все-таки залезешь поплескаться в водичке, где стоит табличка «Плавать запрещено», «Купание запрещено». То есть у тебя вот такая вот табличка, да, вот примерно такая будет табличка на пляже, что купаться нельзя? Как бы у каждого организма переносимость индивидуальная. Кто-то может и покупаться, и бесследно это пройти, да. Если есть какие-то кожные поражения, то может быть кожная какая-то сыпь. Но это опять же переносимость организма, и каждый организм воспринимает водоем индивидуально. Для детей, если есть такая табличка, конечно, лучше обезопасить и не купаться в таком водоеме. А вообще вот эти таблички, они приносят пользу, их присматриваются, прислушиваются к этим посылам, которые вы делаете? Вы знаете, это в зависимости от погоды и от самих родителей, да, либо людей в целом. Кто-то не хочет, читает эту табличку, да, но все равно лезет в воду, а кто-то прислушивается и звонят, спрашивают к нам, почему запрещено купание в этом водоеме, что там нашли. А кто-то говорит, ну что, мы все равно будем купаться. Поэтому в целом каждый человек решает сам, вредить себе здоровью. То есть никакого наказания не будет абсолютно? Нет, информационная табличка есть, люди прочитали, хотят купаться. Предупрежден, да? Значит, вооружен. Ну вот, к примеру, если возьмем Минск, в центре Минска, на Немиге, там есть фислочь, и там, я так понимаю, купаться запрещено. И Ковсомольское озеро, я знаю, сейчас тоже под запретом. Ковсомольское можно, но можно, но на данный момент запрещено. Ну вот, я постоянно... Ну вот, на данный момент, я и говорю, что на данный момент запрещено. Но очень часто можно встретить ролики в интернете, где ребята прямо вот переплывают на Немиге. Ну, это то же самое и Чижовское водохранилище, технический водоем, но в принципе люди купаются. Поэтому как-то запретить мы не можем, да? Ну, все понимают, что это не пляж, он никак не утвержден, нигде не написано таблички, что можно купаться. А где написано, что нельзя? Здесь просто приезжая на пляж, ты же не ходишь, не ищешь эти таблички. Они же не стоят через метр. Прошел мимо таблички, не заметил. Как правило, на пляжах есть таблички, вывеска пляж, номер. Нет, подождите, вот не заметили. Ты приезжаешь на пляж, она сразу гигантская километровая вывеска запрещена. Тогда понятно. Она же вот такая вот маленькая, там где-то вдалеке. Ну, как правило, да, они небольшие. Но тем не менее, если люди готовятся выехать на пляж, да, это можно открыть соцсети, интернет. Пожалуйста, расскажите, где можно посмотреть? На нашем сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Пожалуйста, ты, пожалуйста, заходи, посмотрим. Еженедельно мы вывешиваем информацию, где можно купаться, где нельзя, сколько пляжей в городе Минске. И по состоянию на каждую среду мы вывешиваем информацию на четверг, на четверг, как правило, с актуальной информацией. То есть, к примеру, в прошлую среду нельзя было плавать, а вы это, пожалуйста, плескаетесь. Минск меняется каждую неделю, потому что лабораторные исследования воды мы проводим еженедельно. Соответственно, если нестандартные пробы воды, два и более, мы ограничиваем купание. А если хорошая вода, мы можем открыть тот или иной пляж. Вот мы как раз зашли на ваш сайт, да? Да, новости. Вот здесь, я так понимаю, публику. В разделе новости. Где раздел новости? Слева. Где раздел новости? Слева вверху главное меню новости. Заходим в новости. День здорового питания. И где же водоемы? Вот. Да, ты понимаешь? Да, на 8-е. А, видите, на 0-8-е, 0-8-е, да? И здесь... И написано, где можно, а где нельзя. Где нельзя, по состоянию на 8-е число. Но это вот в Минске. А как дела обстоят в других регионах? На других регионах есть республиканский центр гигиены. Опять же, мы отвечать за них, как бы, мы не можем. Понятно, но у них своя информация. У них своя информация, они вывешивают на... Ну, каждый человек должен знать, куда он ездит, и вообще пляж это или нет. А расскажите, вот что происходит с водой в августе? Потому что в конце июля ты приезжаешь, всё хорошо, в августе, там, 1-го, 2-го приезжаешь, вся вода зелёная, даже там, где можно купаться. Это происходит размножение водорослей, фитоплактона. Никак это не влияет отрицательно на здоровье человека. А я думаю, почему все купаются, вода зелёная. Вот, поэтому, как бы, мы доверяем только нашим лабораторным исследованиям воды. А то, что она некрасивая, она... То есть вот в эту водичку, где всё зеленым-зелено, можно заходить и плавать? Если нет, запрещу. А там кто-то внизу... Мы доверяем своим лабораторным исследованиям. Если нравится в такой воде купаться, то, в принципе, никакого вреда она не принесет. Единственное, что она... Кроме того, что ты выходишь, и ты халк. Зелёная, да. Величение водорослей, понимаешь? Может быть, тоже какие-то полезные свойства для себя люди берут из недр. А сколько это происходит? Оно когда-то закончится, это размножение водорослей? Конечно, это происходит, вот, как правило, в первых неделях августа, конец июля. При повышенных температурах, как, в принципе, и складывается, вот, наше сейчас лето, да, были высокие температуры, и водоросли начали активно размножаться. Сейчас немножко похолодает, и, в принципе, водичка придёт и будет нормального цвета, как обычно. Ну вот здорово. Теперь мы знаем с вами, где получить информацию, если ты хочешь куда-то отправиться поплавать и спастись от жары. Но вот ещё один совет, как спастись от жары. Мы знаем, что можно устроить пикник, поэтому прямо сейчас мы запускаем интерактив в нашей группе во Вконтакте. Таня. Да, и не просто интерактив. Друзья, интерактив мы запустим прямо сейчас. Напишите свои идеи, как бы вы организовали пикник кому-то из вас. Лучшему. Лучшему и креативному мы вручим пригласительный билет на две персоны в открытую зону отдыха Олимпийский, где есть бассейны с минеральной водой. Вы можете поиграть в футбол, в волейбол. В общем, круто провести время. Так что участвуйте, у вас есть буквально пару минут, а пока у нас реклама. Это пин-код, прямой эфир. Мы вернулись. Лето, жара, как выжить. Тема нашего сегодняшнего эфира. Друзья мои, ну а напоминаем, что у каждого из вас есть возможность получить подарки от нашей программы. Видишь эти майки-вешиванки? Они могут стать твоими. Для этого тебе всего лишь нужно смотреть внимательно эфир нашей программы со вторника по пятницу, записывать внимательно цифру, которая появляется на твоем телевизоре. С четырьмя цифрами в пятницу зайти в нашу группу ВКонтакте и написать пин-код удачи. И если ты будешь первым, то у тебя появится шанс забрать эти майки себе. Вот тут они есть такая. И у тебя есть такая. А все почему? Все потому, что мы записали цифры. Да. Друзья, настало время для ваших лайфхаков. Сегодняшний наш очередной гость, герой, это Яна Крахмалова. Поэтому прямо сейчас давайте посмотрим, что нам предлагает Яна. Когда мы замешиваем тесто, наша ложка соскальзывает с края миски и падает в тесто. Бывает. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь моим лайфхаком. Завяжите на край ложки резинку. Так ложка будет стоять и не падать в тесто. Вот так. Вот сейчас будем готовить яблочный пирог. Знаешь, что очень удобно как раз. А почему она не падает? Потому что она держится на резинке. Жан, не кулинар. Я не кулинар, да. Нет в тебе вот этой вот жилки. Мы говорили, друзья, что еще один способ спастись от жары, это отправиться на пикник. Вот наш корреспондент решил попробовать организовать свой пикник своими силами. Получилось у Насти Рудская это или нет, узнаешь прямо сейчас. Давайте посмотрим. Всем привет. Остались последние летние теплые денечки. Поэтому их нужно провести как следует. Хватит уже сидеть дома в своих мобильных телефонах. Поэтому мы вместе с нашими любимыми подписчицами Дианой и Аней решили отправиться на самый настоящий летний пикник. Побежали. Для начала найдем красивую зеленую полянку. Готово. Ну а теперь самое время для вкусняшек. В качестве легкого перекуса мы предпочитаем орешки и сухофрукты. Это и полезно, и вкусно. Да и для фигуры не вредно. Раскладываем все по отсекам, чтобы ничего не смешалось. А если вы хотите что-то основательное, то, как и мы, возьмите с собой лаваш. Но на жаре кушать особо не хочется. Лучше всего взять с собой фрукты. Если нужен заряд бодрости, лучшего решения не найти. Фрукты и настроение поднимут и энергией зарядят. А из напитков мы предпочли воду с лимоном и виноградом. Очень освежает и смотрится красиво. Прекрасная замена вредной газировки. А теперь, чтобы немножко развлечься, мы сыграем в крестики-нолики. Для этого мы возьмем 9 камушков и нарисуем на них корректором или маркером крестики и нолики. Потом возьмем 4 палочки и разложим в нужной форме. Теперь можно смело устраивать битву. Вот вам и лайфхак. Такой пикник получился у нас. А самое главное, взять с собой хорошее настроение. Вот весело же, весело. Жанн, скажи. Да, да, и здорово, что можно своими силами организовать такой пикник. Знаете, мы решили организовать первый телевизионный пикник в истории телевидения. Но без еды. Но без еды, но с хорошей компанией. И наш первый телевизионный пикник пройдет в компании с Лерой Яскевич. Лера, привет. Привет. Тринфикант, блогер. Столько у тебя разных талантов. Была ли ты когда-нибудь на пикниках? Да, наверное. Я просто, наверное, словом пикник обозначаю иногда и другие вещи. Знаешь, как выход с ребятами на озеро, когда я возвращаюсь в свою деревню, в Бугушевск. Или, допустим, когда мы в лес, там просто компанией собираемся посидеть. Ну, у тебя он проходил примерно так же, как и в нашем сюжете, когда вы расстелите плед, поставите продукты. У нас просто есть еще места в Бугушевске, где есть лавочки и столики, такие сбитые из деревяшек всяких. И мы просто иногда знаем, куда идти, и садимся. Какой элемент должен быть прям вот обязательно на твоем идеальном пикнике? Элемент? Да, ну вот я не знаю, еда какая-то. Еда. Это огурцы и помидоры, я просто без них жить на самом деле не могу. Просто обожаю, особенно если это бабушкина огурцы и помидоры, я просто с ума схожу. Это, кстати, они ничего не говорили. И сало, 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 сало. Сало? Сало обязательно. В жару, на пикнике? Да. Ну если там есть озерцо, ты такой поплавал, согнал калории, а потом их в себя обратно. Да. Такой интересный круговорот Лера Искевича называется. Я очень люблю сало, особенно маме, огурцы и бабушке. Ну скажи, то есть пикники ты, я так понимаю, любишь? Ну да. То есть может быть все-таки оттуда идет твоя любовь к музыке, потому что гитара, костер. Да, да, да. Я помню, как я еще не умела играть на гитаре, и у одного моего друга из Багушевска был день рождения. Так. И мы все собрались вместе на его даче, и там был мужчина какой-то с гитарой, и он играл песни. И я смотрела на него, все знали эти песни, все пели батарейку, да. И вот тоже как бы пикник, и я очень хотела тогда играть, но не умела, и потом, возможно, это даже на меня как-то повлияло. А сейчас на пикнике все друзья говорят, Лера, давай, ну исполни нашу. Все друзья говорят, Лера, ну сколько уже можно петь, пожалуйста, помолчи. Мы на Ютубе видим. Нет, ну ладно, на самом деле да, конечно, все просят взять обязательно с собой гитару, спеть что-нибудь, потому что это как... А сейчас же вот много очень проходит фестивалей, это отчасти такие большие пикники, да? Это тоже, друзья, вот вам небольшой лайфхак. Если вы не можете выбраться на природу, смело мониторьте в интернете, какие проходят фестивали, и берите туда компанию. Была ли ты на таких фестивалях? Да, я была на Freak Summer Party, вот, и мы там и работали, и выступали, и отдыхали, но мы не брали покрывало, мы брали поддоны, которые где-то на территории. Ну это тоже здорово. Да, тоже, садились просто и смотрели, допустим, как ребята выступают, или кушали там что-нибудь, вот общались. Ну такие поддоны можно сделать самому, как я понимаю. Да, можно. Срубить дерево, а нарубить аккуратненько. Хотя я не знаю, а может и не получится. Вы знаете, что 4 часа в день прокат стоит одного поддона? Организатору рассказали, 4 рубля. 4 рубля? Да. Друзья, вот такая тоже круто, скидываете, берете 4 человека, скидываетесь по рублю, берете в аренду поддон. Представляете, 200 поддонов, 200 поддонов, 200 тысяч поддонов. Я не знаю, если че, Валя, я просто думала, как выглядит идеальный пикник у наших телезрителей. Вот знаешь, есть, ну сало пока что я не вижу, но вот шашлык, речка, хорошая компания, написала нам Виктория хорошее настроение. Шашлык, да, шашлык обязательно, конечно. Много вкусной еды, вот, Александр Кушнов. Ну это просто сало, понимаешь. А вот Светлана говорит, что идеальный пикник это сидеть с друзьями на берегу озера и жарить на костре сосиски. И сало под гитару, вот она. Есть сало под гитару? А ты поешь только кавер-версии песен? Или есть свои собственные отречения? Я пишу свои песни, не только кавер-поет, и ты что? Не знаю, насколько это реально, но было бы очень приятно и нам, и нашим телезрителям, если бы вот в прямом эфире на «Беларусь-2» Лера Искеевич взяла так гитару по взмаху руки. Ой, случайно с собой оказалось. Вот это вот что ли? Ой, у меня, кстати, есть летняя песня. Летняя? Я ее написала прошлым летом. Так. Записали вот мы недавно. И мне кажется, она очень летняя, она просто пасмурная немножечко. Вот, я вам спою кусочек. Давай. Светом упавшего солнца зальются лица. Город подарит нам шансы, мы все исправим. Трамваи заходят снова по стареньким улицам. Нам нужно проверить с тобой, или мы не узнаем. Темнеет небо, и дует ветер вперед. Пусть облака сверкают землю, застилая дождем. Унеси меня далеко. Там, где так легко, унеси меня. А-а-а-а-а-а-а-а. Ну это же, можно поаплодировать? Конечно. Спасибо. Ну это же классно. Сразу такая атмосфера. Вот я представила костер, да. Как ты говоришь. Сало. 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 Шашлычок. Огурчик. Мне кажется, идеальный пикник. Класс. Да, я просто, я как-то объезжала Минск. Мы гоняли по городам Беларуси различным, а в Минске, ну, такого прям концерта-концерта никогда не было. И тут он будет первый, я очень волнуюсь. А дальше, ну, возможно, просто кто-нибудь узнает, что у меня будет 30-го концерта тут же в Питере. Ой, в Москве. И потом же в Питере. Волнуюсь. Сколько билетов уже подгодно на концерт? Честно, я не знаю. Я все, знает мой менеджер Аня. Я просто, знаешь, хочу прийти и увидеть просто лица людей. Хотя бы там двух. Просто скромненько 20 тысяч человек. Ну, ну нет. Ну, может, 100, 150. Тысяч человек. Тысяч человек. Ну, что вы. Масштабно. Мне кажется, подожди. А где твои вообще зрители, твои слушатели, где находятся? В основном это Россия, ну, потому что она больше, да. Но, а так это вот Россия как раз-таки Украина и Беларусь. А твои песни уже перепевают? Есть ли кавера? Да, есть кавера. Много девочек пишут кавера на меня в Инстаграме, отмечают меня, и это очень классно. Они видят мои песни немножечко по-другому. Ну, мне как раз-таки это и очень нравится, потому что я сам каверщик-то, в принципе, с этого начинала. И я, когда делаю кавера на песни, я хочу их сделать особенными. То есть не такими, как оригинал. И вот мне очень нравится, когда девочки поют мои песни тоже по-особенному, как они это чувствуют. Мы сегодня всю программу обсуждаем, как спастись от жары. Это аномально, которая последнюю неделю. Есть ли у тебя какие-то, у Леры Искевич, советы для наших телезрителей? Вот знаешь, вот в последнее время очень жарко, и я не знаю, что делать. И мне кажется, что единственный способ это утонуть в холодной ванне, либо же купить себе самый мощный вентилятор или кондиционер, чтобы он тебе вот так вот сносил вместе с твоей кожей, и хоть как-то легче стало. А вот если ты тоже не знаешь, как спасаться от жары, то мы напоминаем тебе, мы в нашей группе во ВКонтакте проводим опрос, как вы спасаетесь от жары. Это огромная база данных будет. Заходите, смотрите, выбирайте тот метод, который понравится вам. Итак, от жары может спасти вентилятор, написал нам Слава Лосев. А Андрей говорит, отдыхать на даче. Теневочек где-то нашел, да, спрятался. Мария пишет, я пью чай из мяты и мелисы. Я обожаю пить чай из мяты и мелисы. Друзья, если туда добавить немножечко лимона, это вообще немножко охладит, ну, очень классно. И от жары, кстати, тоже круто спасает. А вот Яна ходит на речку с друзьями. Яна, здесь салом или без? Это опять же мне тоже очень интересно. Дарина, она сидит в тени или в прохладном помещении. Ну, в прохладном помещении тут понятно, солнце не светит вообще, да, и не сгоришь. Ну, я вот отсюда увидел, мне кажется, это лучше комментарий. Сижу в морозилке. Да, Даша написала, как спастись от жары. Пожалуйста, Таня. Сижу в морозилке. Даша, откуда у тебя такая большая морозилка? Привози ее нам. Это будет, мне кажется, лучший лайфхак. А то, что тебе хочется большой морозилки. Да. Это очень романтично. Это может быть начало очень романтичной истории. Кстати, друзья, по поводу романтичных историй присылайте свои интересные истории. И кому-то из вас мы вручим серию книг «Вера, Надежда, Любовь» от мастацкой литературы. И, возможно, вы станете автором, ну, соавтором нашего эфира. Вот так вот, друзья. Сегодня всю программу обсуждали, как спастись от аномальной жары. Подуем на вас. Это был Пин-код прямо сейчас. Пока-пока. На «Беларусь-2» в 16.20 пин-код с тобой и для тебя. Кто умеет классно веселиться, тот не будет смотреть в словаре значение слова «сплин». Мы умеем и с тобой нужным умением поделимся в увлеченный четверг. Это волнующее, чарующее, многообещающее, сладкое слово «пятница». И для тебя мы сделаем все возможное, чтобы она у тебя была незабываемой. Это Пин-код. Смотри, не пропусти.